Сима Родина какая-то. Привет, зритель. А это кто? Так как это довольно, ну не слишком, но все-таки далеко от дороги, а лапа может дрожать, потому что много всяких причин, то можно сюда как-нибудь, будучи в городе, съездить. Это разведочное путешествие маленькое, ибо время ограничено. А я поехала чуть позже, чем хотела. Явлоня. Явлоня. Судя по всему, в прошлом году не плодоносила. Вот я уже нашла смородину, правда не знаю какая она, черная или белая, или красная. И яблоню. И на ней и мухи, и пчелы, и кого толка нет, судя по звукам. Я думаю, может мне домой позвонить, спросить, если я чуть позже приду. То у меня час остался. Мне показалось, что там теплоход по звуку, и походу дело он и правда там есть, уж прости, зритель лапа дрожит. Может я когда-нибудь сюда выберусь вместе со штативом, поставлю этот штатив тут. И на приближении буду осматриваться. Это, кстати, хорошая идея. Ой. Финя какая-то летает. Интересно, животных типа этих всяких насекомых, птичек и теплоход слышно или нет. И еще поменьше я буду обалдеть. Звонила, но там смольный на проводе. Вон там, кажется, еще какая-то, возможно, яблоня. Туда подальше так, просто приблизить. Я сейчас вообще на перчатке держу, ну в смысле с перчаткой держу камеру. Ну думаю, что да, это скорее всего яблоня. Может тут сады когда-то будет? Или самосев. Но она это, такая, болеющая яблоняя. Тут против солнца может не очень видно. Я как бы смотрю на нее, но через камеру я не вижу видно ли там что-то на ней решай. Тут цветочки всякие. Да, это земляничка. У меня до этого несколько земляничек попало, все цветов. У меня даже все практически в досягаемости. А я тут только за четыре года впервые догадалась доехать. Вот это даже на шиповник вроде как похоже. И вон там еще устик такой плодоносный. Ладно, неудобно и велик вести, и камеру держать. Просто стало интересно что это за херня. А это от этой херни идет херня. Ну да, Лёля не стремно ехать в непонятные дебри. Но стремно когда она видит то что не может понять. В общей сложности тут четыре яблони, две на дороге. Пока что мне попалось. Разбилка. Есть гора, а есть дорога. Мне уже еще несколько растений полодово-ягодных попалось. Человека я предупредила. Но как обычно, знаете, если люди привыкли, что сначала их поручения выполняют, а потом про себя вспоминают. Мне кажется, если вы кого-то о чем-то просите, то должны понимать, что этот человек будет делать не сию минуту. А если сказал, что сделает в одно время, то он сделает в одно время. И не будет перестраивать план, по идее это. Особенно если это чистое волонтерство. Там есть тропинка. У меня сейчас некогда туда спускаться. Так как местность слегка отличается от того, что я видела на карте. Хотя ориентировалась по новоселкам, которые почему-то называю новинками. Я думаю, что можно пока свою разведку остановить вот здесь. И ехать домой. И завтра попробовать сюда приползти. Я, кстати, тут нашла облепиху. Я не знаю, мужская это облепиха или женская. Там еще вроде даже цветочков не видно. На гороте можно будет потом как-нибудь доехать в другое время лета. Глянуть на эту облепиху. Если что, потом приехать сюда ее собирать. Потому что здесь ее удобнее будет собирать, чем в том месте, где она в последний раз ее собирала. Наверное, снимать больше не буду. Ну и дальше ехать. Как бы жарко. Хоть я и кепку свою намочила. Что-то надо пораньше сюда ехать. Ближе утром. А не около часа. Наверное, пока тебе, зритель, камеру сейчас зачехлю, брат. Эй, зритель, поставь лайк, пожалуйста.